Кафе и бары Тюмени быстро среагировали на хорошую погоду в конце апреля и начале мая и открыли летние веранды. Кстати, в этом году рестораторам придется посоревноваться. Сегодня стартует конкурс гостеприимства летней Тюмени, который завершится 31 августа. Об условиях и деталях поговорим с Еленой Ереминой, директором Департамента потребительского рынка администрации города Тюмени. Елена Михайловна, добрый день. Добрый. Сегодня стартовал конкурс. Расскажите подробнее об этом мероприятии, какая основная его цель? Наверное, правильнее будет сказать, что стартовала дата начала приема заявок, и это является началом конкурса. Еще в марте месяце мы начали принимать уведомления от хозяйствующих субъектов, которые намерены были открывать веранды. И основной задачей у хозяйствующих субъектов является согласование места размещения этой веранды и ее внешних характеристик, скажем так. Концепция конкурса предполагает все-таки обустройство и благоустройство прилегающей территории. И основным таким вопросом к хозяйствующим субъектам является право размещения. Представляется это право в уведомительном порядке. Если хозяйствующий субъект размещается в капитальном здании строения сооружений, то прилегающая территория, находящаяся около этого здания, автоматически может быть использована хозсубъектом для открытия летней веранды. И мы очень рады тому, что на протяжении очень многих лет, до даже того момента, когда вступил в силу нормативный правовой акт, хозяйствующие субъекты, рестораторы города Тюмени делали все для того, чтобы благоустроить прилегающую территорию, создать интересную атмосферу и порадовать нас внешним видом вот этих удивительных сооружений летних веранд. Много уже заявок? Сколько участников? Ну, количество, скажем так, хозяйствующих субъектов, которые нас уведомили, выше 60, а прием заявок начнется с сегодняшнего дня. К дню 9 мая у нас открывалось 47 веранд. Возможно, что, может быть, и 48 мая какая-то открылась. То есть все зависит от того, как быстро удалось воплотить свои идеи хозяйствующим субъектам. В истекшем периоде, вот в прошлом году, у нас официально уведомили нас 91, а работало 107, а в 2020 году работало 100 веранд летних. В общем-то, это по 3000 посадочных мест дополнительных в городе Тюмени. И тут все зависит от, скажем так, погодных условий и тех усилий, которые рестораторы прилагают к обустройству веранды. А какие требования установлены для участников? Что нужно? Знаете, я даже не сказала, что это требования вообще к хозяйствующим субъектам. Прежде всего, хозяйствующий субъект, ресторатор должен уведомить, что он собирается использовать эту территорию и открыть вот эту летнюю веранду. Получить уведомление, что да, мы знаем, территория не оспаривается, не является объектом благоустройства, там не принадлежит третьим лицам, пожалуйста. И второе, он должен подать вообще-то уведомление, что он хочет участвовать в конкурсе. Все. То есть как назвать это условиями? Это не условия, это максимально благоприятный режим. Самое главное, чтобы вы работали официально, и чтобы не было спорных моментов по территории и по самому объекту. А на что, в первую очередь, будете смотреть при оценке участников на внешний вид, на меню? И, может быть, можно как-то дополнительные баллы получить? Как именно, что сделать для того, чтобы в список лидеров все-таки попасть? Очень хороший вопрос. Ну вот смотрите, давайте так. Участники конкурсной комиссии рестораторам неизвестны. Известны как бы круп должностных лиц, которые могут туда войти. И, например, с территории Ленинского округа специалист никогда не будет оценивать территории благоустройства в Ленинском округе. Только на другую территорию. Либо в Калининской, либо в Центральной, в отдаленной части. То есть исключается момент такой личной заинтересованности, чтобы на твоей территории все было оценено как можно лучше. Второе. Есть независимые эксперты, привлекаемые к участию в оценке летних веранд. Это архитекторы и дизайнеры. Вот, например, в прошлом году Союз дизайнеров, хотя они и входили в состав конкурсной комиссии, сказали, можно мы сами выберем? Пожалуйста. Вы как бы знающие люди, вы специалисты. Они оценили и выделили кафе, которое не подало заявку. Но летняя веранда была благоустроена. То есть собственник посчитал, что у него есть право разместиться на этой территории. Оно действительно было. Но он не уведомил нас. Но вот его кафе тоже оценили дополнительным дипломом. На что смотрит комиссия? Есть как бы два пула критериев, по которым оценивается. Прежде всего, это создание необходимых условий для того, чтобы эта летняя веранда и вписывалась в архитектурный контекст города. Совпадало со зданием, с тем местом, где она расположена, с историческим концептом вот этой территории. Использовалось бы современные отделочные материалы, оборудование, мебель. И вторая часть критериев, она связана с дизайнерским оформлением, с сюжетом, посвященным как бы визит Тюмэн, город, где начинается путь. То есть с брендбуком вот этих направлений. И с интересной исторической тематикой. Все-таки мы считаем, что город Тюмень – это город, который предлагает себя как благоустроенный, интересный город, развивающий одно из направлений – это туристический бизнес. И не секрет, что поток въездного туризма в Тюмень растет. Конечно, 80% – это деловой туризм, и спорт, и официальные визиты. Но в то же время у нас растет и количество визитов различных делегаций, которые едут на термальные курорты, едут лечиться. И этот поток граждан, он приходит и в наши ресторации, и в наши кафе. Для этого мы пытаемся, скажем так, создать максимально благоприятные условия, чтобы популяризовать эти летние веранды, летние кафе. И информация о них размещается на портале Тюмень – наш дом. И в том числе на портале «Визит Тюмень». Можно будет увидеть результаты, зайти во вкладку, там разные переходы. И в этом году тоже на Тюмень – наш дом можно зайти. Но если говорить о том, как набрать лишние баллы, ну, я не знаю, как набрать лишние баллы. Критерии есть. Члены жюри отдают свои оценочные листы, под каждым листом они подписываются. Все это сводится в сводную ведомость. И плюс-минус там лишний балл, конечно же, комиссия не пропустит. Это будет нарушением условий. И единственный конкурс, который вот в прошлом году нас очень удивил, мы предложили тюменцам проголосовать. Это было онлайн-голосование на портале «Тюмень – наш дом» и выбирали лучшее место для встреч и любимое кафе. И вот оценки тюменцев сошлись в одном месте. На углу улицы Республики, улица Тимакова. И в обеих номинациях кафе победило. Но это было совершенно независимо, потому что все оценки нравятся, сходились там. Дополнительно комиссия в условии конкурса заложила возможность оценить летнюю веранду, которая может быть размещена в нетрадиционном месте. Вот в прошлом году мы выделяли такое место, как на крыше. А в этом году предлагаем и на балконах, и на различных террасах, и у входных групп, и в том числе на крыше. Вот, например, прошлый год он был же очень жаркий. И победитель прошлого года в номинации «Лучшее летнее кафе на крыше» – это был ресторан «Мята», отель «Евразия». Они предложили такой легкий душ. Ты ходишь туда, и каждые пять минут такое дисперсионное понижение температуры за счет воды. Просто чудесно. Кругом жара за 30, а здесь рай. Естественно, это как бы вызывало массу положительных эмоций у всех тех, кто оценивал.